Все о Reaper 5 с Кенни Джоя Урок третий. Треки Хорошо. Теперь мы рассмотрим треки в Reaper'е Как я говорил в вводном уроке, эта область называется панелью управления треками, или панелью треков Я также говорил о том, что все треки в Reaper'е одинаковые В Reaper'е нет типов треков Здесь нет инструментальных треков, окс треков, треков шин Любой трек может выполнять любую функцию И для создания трека мы либо идем сюда, в меню трек, вставить новый трек Мы можем сделать правый клик здесь и выбрать тут, вставить новый трек А можно просто сделать двойной клик Двойной клик, и вот новый трек Мы можем дублировать трек, выделив его, зайдя в меню и выбрав команду дублировать стреки Или сделав правый клик, и тогда появится то же самое меню, что и здесь наверху Правый клик, дублировать стреки Мы можем перемещать стреки, просто передвигая их мышью Давайте переместим вот этот трек сюда А этот вниз Можем менять их размер вот здесь Этот уменьшим А этот увеличим А вот здесь мы можем назвать трек Двойной клик и печатаем название Мы можем переходить к следующему треку с помощью клавиши Tab Теперь у треков есть название Удалить стреки можно тоже через меню Кликаем по треку, правый клик И нажимаем удалить стреки А можем просто выделить и нажать клавишу Delete Мы можем вставить несколько треков Из меню вставка Выбрав вот эту команду, много треков Появится вот такое окно Оно удобно для наименования треков Потому что оно автоматически назовет треки, поставив в конце названия номер Например, добавим 4 вокальных трека Ставим здесь 4 Вписываем вокал Жмем ОК И у нас появилось 4 новых трека С названиями Вокал 1, Вокал 2, Вокал 3 и Вокал 4 Это быстрее, чем создание и наименование треков по отдельности Мы также можем раскрашивать треки Выделим трек Делаем правый клик И жмем сюда Цвет трека Здесь мы можем выбрать Назначить треком пользовательский цвет Появится вот такая диаграмма Или можем выбрать цвет слайдерами Или по его названию Или вот так Или даже с помощью карандашей Вернемся к этому Сделаем поярче Выберем зеленый Жмем ОК И теперь этот трек зеленый А этот давайте сделаем красным Цвет трека Сделаем ярче Выберем красный Нажимаем ОК Теперь этот трек красный Мы также можем задать произвольные цвета трекам Выделим их все Зажмем Shift Заходим в цвет трека И выбираем назначить треком произвольные цвета И вот треки окрасились в произвольные цвета Мы также можем выбрать для каждого трека иконки Чтобы было сразу видно, что находится на каждом треке Давайте переименуем треки Чтобы сделать наглядным функцию каждого трека Прикрепим к трекам иконки Сделаем правый клик на треке drums Выбираем иконка трека Установить иконку трека И появляется вот такое окно И здесь я выбираю иконку для барабанного трека Вот она Теперь у нас вот такая иконка с барабанной установкой Сделаем пошире То же самое сделаем с треком bass Правый клик Выбираем bass Вот такая иконка Выберем для гитары Вот такая И для вокала Для вокала я выберу иконку с микрофоном Например, вот эту Вот так она выглядит Она показывает нам, что это вокальный трек Это быстрее, чем смотреть на название каждого трека Давайте теперь хорошенько рассмотрим каждый трек Вот это фейдер трека Опуская его, мы делаем воспроизводимый звук тише Поднимая его, звук становится громче Двойной клик возвращает его на место То есть если мы опустим его И если теперь хотим вернуть его на место То мы делаем двойной клик И он возвращается в ноль То же самое с панорамой Мы можем выкрутить ее влево Тогда звук будет идти только из левого динамика Или вправо Тогда звук будет идти только из правого динамика А двойной клик возвращает панораму в центр Мы можем мютировать треки Трек в этом случае не воспроизводится Мютирование также снижает нагрузку с компьютера Он перестает тратить ресурсы на обработку данного трека Но и слышать его мы перестанем Также можем включать соло на каждом треке Соло противоположно мюту Только этот трек будет слышен Можем подключать эффекты Обсудим это позже Можем инвертировать фазу или полярность Вот здесь Добавить автоматизацию или огибающие А также настроить наши входы и режимы записи вот здесь Обо всем этом мы поговорим потом Сейчас же я хочу вам показать кое-какие модификаторы для подстройки треков Сперва расскажу о режиме Audition Mode Или режим пробы Установим фейдер в устраивающее нас положение Опустим его до уровня минус 7 дБ Допустим, этот уровень нас полностью устраивает Но мы хотим послушать, как будет звучать трек с другим уровнем громкости Это можно сделать, зажав клавишу модификатор Для PC это клавиша Alt, для Mac'а Option Зажав клавишу модификатор и меняя положение фейдера Мы будем слышать изменения в уровне громкости Но если мы хотим вернуться к прежнему уровню Мы отпускаем кнопку мыши и фейдер отпружинивает обратно к минус 7 дБ Так мы не потеряем нужное положение фейдера Это работает и с панорамой Сейчас панорама в этом положении Но мы хотим попробовать другие положения Зажимаем Alt на PC или Option на Mac'е И крутим колесо И если нам не нравится, мы просто отпускаем мышь Если же нас устраивает какое-то положение, например громкости То мы отпускаем клавишу модификатор и режим пробы выключается Сделаем это Включаем режим пробы Отпускаем мышь Фейдер отскакивает на место Теперь если я сделаю это снова, но отпущу уже клавишу модификатор Положение фейдера сохранится То есть я могу выйти из режима пробы, сохранив последнее положение фейдера То же самое с панорамой Сейчас она здесь Я покручу ее в режиме пробы Оставлю тут Отпускаю модификатор и колесо остается в этом положении Для мьют и соло тоже есть свои режимы Давайте покажу Вернем все как было Нажатие кнопки мьют выключает только один данный трек Но мы можем снимать мьют сразу со всех треков Скажем этот трек Этот И этот трек замютированы Теперь если я перейду сюда Нажму модификатор Для PC это Control Для Mac и Command И просто сделаю клик То на всех треках проекта мьют выключится И это может быть любой трек Например, треков очень много, и не все мы их видим Но со всех треков мы хотим снять мьют одним щелчком Например, вот эти два трека замютированы Тогда, просто зажав модификатор и щелкнув по кнопке Мы снимаем мьют со всех замютированных треков Это можно сделать и с помощью правого клика Выберем вот эти два трека Правый клик И выбираем Размютировать все Произойдет то же самое Но с модификаторами быстрее Просто кликаем И мютирование снимается со всех треков То же самое можем сделать и соло Включим соло на этом треке На этом и на этом Зажимаем тот же модификатор Control на PC и Command на Mac Кликаем по кнопке И режим соло на всех треках отключается Этот и этот Зажимаем модификатор Соло выключается с обоих треков Это также можно сделать с помощью правого клика Выбрав снять соло со всех И на всех треках соло отключается Это быстрее, чем искать все засолированные треки по отдельности Есть и другой режим мюта Называется он обратный мют Он работает противоположно мютированию трека Нажав Alt на PC или Option на Mac И кликнув по кнопке Мы замютируем все треки проекта, кроме данного трека Это похоже на соло Сделаем то же самое здесь Все треки мютируются, кроме этого трека Теперь этот или этот Для отмены нажмите клавишу Control или Command Это называется обратный мют То же самое мы можем сделать по правому клику, выбрав замютировать все другие Это то же самое, что и обратный мют Щелкнем тут И теперь все треки проекта, кроме данного трека, замютированы Есть также режим избирательного мюта Когда нужно замютировать треки выборочно Например, вот эти два трека замютированы И если теперь для этого трека мы выберем избирательный мют то он окажется замютированным, при этом с других треков мютирование снимается. Мы можем также включить избирательное соло. Например, у нас засолировано несколько треков. Например, этот и этот. И теперь мы хотим, чтобы соло было включено только на этом треке. А с этих двух треков нам соло снимать неохота. Тогда мы делаем правый клик и нажимаем «Избирательное соло». А можем воспользоваться модификаторами. На PC это клавиши «Old» плюс «Control». На Mac это «Option» и «Command». Зажимаем их и делаем клик. И соло у нас только на данном треке. Это удобно для прослушивания в режиме соло всех треков песни. Послушаю соло на этом треке, на этом. Мне не приходится каждый раз выключать соло с предыдущего трека. Вот так. Я быстро слушаю соло здесь, потом на этом треке, на этом. При этом на всех других треках соло отключается. Очень удобно. Это быстрее, чем включение и выключение соло на каждом треке отдельно. Мы также можем включать мьют и соло с помощью протаскивания мыши. Но треки при этом должны находиться рядом друг с другом. Например, нужно замютировать вот эти три трека. Тогда я зажимаю здесь, и держа кнопку мыши зажатой, я протаскиваю ее вниз к этому треку и к этому. Все три трека замютированы. Снимается мьют точно так же. Кликаем здесь и тянем мышь наверх. Треки размютированы. То же самое с соло. Включу соло на треке драмс, бейс и на гитарном треке. Вот как это делается. А чтобы снять соло, я делаю вот так. Но треки должны быть рядом друг с другом. Но все равно это быстрее, чем кликать по каждому треку. Мы щелкаем один раз и смещаем курсор вниз. Мы также можем создавать временные группы. Потом я покажу более продвинутые группы, как их создавать и сохранять. Но если вам нужно быстро создать группу, можно создать временную группу, просто выделив несколько треков. Для этого мы нажимаем клавишу Shift для группирования треков, находящихся рядом друг с другом. Например, вот эти три. Если же треки находятся не рядом друг с другом, то нажмите Ctrl на PC или Command на Mac для переключения треков. Тогда этот трек мы можем убрать из группы, а этот добавить. То есть во временной группе треки не обязательно должны быть рядом друг с другом. Давайте создадим временную группу из всех данных треков. Я нажимаю Shift и выделяю их все. Теперь из этих четырех треков создана временная группа. Теперь фейдеры на всех треках перемещаются синхронно. То же самое с панорамой, с мьютом, с соло. Это удобный способ быстрого создания группы. Но она временная. И все остальное также работает с группой. Например, режим пробы. Например, опущу фейдер с нажатой клавишей Alt или Option. А когда отпущу его, все фейдеры возвращаются на место. То же самое с панорамой. Мы также можем отключать временную группу. Сейчас фейдеры двигаются все вместе, потому что они внутри группы. Но допустим, мне нужно изменить уровень только барабанов, без необходимости снятия выделения со всех треков группы. Тогда я нажимаю Shift и перемещаю фейдер. Меняется уровень только на треке drums. Или на треке bass. На гитарном треке. Для этого нам не обязательно снимать выделения с треков. Мы можем сохранять их во временной группе и работать с ними как с группой. Для мютирования. Или соло. А можем при нажатой клавиши Shift отключать группу. Для соло. Мюта. Изменения панорамы. Или положения фейдера. Это удобно, когда у вас нет времени или необходимости создавать настоящую группу. О чем я расскажу потом. Также имейте в виду, что все то, что мы делаем на панели треков, можно делать и в микшере. Откроем микшер. Все, что мы делали до этого, можно сделать и здесь. Можем мютировать треки протаскиванием. Включать соло. Можем создать временную группу, выделив все треки. Перемещать одновременно все фейдеры. Можем отключить группу нажатием клавиши Shift. Снимать выделение. Делать правый клик, включая избирательное соло. Снимать соло со всех треков с помощью модификатора. Включать мьют. Или выключать мьют со всех треков. Все, что я показывал вам до этого, работает и в микшере. На этом пока все. Это были основы треков. В следующем видео я расскажу о менеджере треков, с помощью которого можно более эффективно управлять треками. Поехали. Продолжение следует...